МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обладатель черного пояса третьего Дана. Игорь, приветствую вас. Евгений Иванович Чернов, президент Федерации Тхэквондо ГТФ Тверской области, неоднократный призер чемпионатов и Кубков мира Европы, России, обладатель черного пояса второго Дана. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Михаил Юрьевич Рожков, тренер Федерации УШУ Тверской области, второй Дуань по УШУ, призер всероссийских турниров по УШУ. Михаил, приветствую вас. И Игорь Валентинович Виноградов, представитель спортклуба Тхэквондо, красный пояс, бронзовый призер межрегионального турнира среди ветеранов спорта Запад-Восток. Игорь, приветствую вас. Уважаемые друзья, в начале программы я предлагаю всем нам и уважаемым телезрителям почтить минуты молчания память погибших в чудовищном террористическом акте 22 марта в Подмосковье. Давайте просто вспомним немножко, немножко помолчим, начнем разговор. Уважаемые друзья, после этого трагического события мы еще раз говорим о том, что наше общество, общество людей, наших граждан России сплотилось вокруг новой беды. Мы говорим о том, что пытались посеять панику, а достигли несколько другого обратного результата. И причем у нас, в нашем обществе мы сейчас видим, что появились новые герои, те, кто перед лицом собственной смерти просто-напросто что-то проявилось в человеке. Люди, даже подростки были, дети, которые проявили себя как настоящие герои. Люди, которые закрыли собой другого человека, спасая чужую жизнь, а не свою. И вот откуда берется эта сила духа сегодня? Давайте поговорим побольше об этом. Потому что раньше сила духа, я помню, что воспитывалась у нас, у детей Советского Союза, воспитывалась на конкретных примерах. Нам постоянно говорили об этом. Мы, что называется, с молоком матери это воспринимали. А вот то, что сейчас мы для некоторых, что это такое говорят? Откуда это берется? Вот как нужно из себя доставать вот эту вот человечность? Ее нужно закалять или ее нужно воспитывать? Вот по-вашему. Потому что я не зря задаю этот вопрос сегодня вам. Вы воспитываете молодое поколение, воспитываете спортом на конкретных жизненных примерах. С кем еще, как не с вами говорить об этом? Ну, я скажу так. Первое воспитание, самое основное, самое базовое, начинается в семье. Да, тренер может быть хорошим проводником, он может быть хорошим наставником, он может быть хорошим учителем. И зачастую он даже может что-то откорректировать и видоизменить то, что в детстве заложили родители. Но первая база в семье, чтобы папа с мамой ему показали, на какой путь его расставили, какие книги ему давали читать, какие фильмы он смотрел, какую музыку он слушал. Даже то, что он смотрит в интернете, имеет большое значение на самом деле. Если родители это отслеживают и направляют его правильным путем, ребенок пойдет правильной дорогой. Если пускают на самотек, есть большой сапплазм попасть не на тот путь совершенно. Вот, Игорь, родители отслеживают, родители наставляют. Но некоторые родители-то, вот мы говорим, 90-е годы, они и сами-то их никто этому не научил, к сожалению. Чему они будут учить того, кто у них появился на свет? Вы знаете, может быть, я скажу странную вещь. Как говорил один из моих наставников, он был кореецем, он есть кореецем, восточный мастер. А он еще доктор наук, он сам педагог по образованию. Он сказал, многочисленные исследования показали, что на самом деле человек уже рождается с пониманием, что такое хорошо, что такое плохо. То есть это идет от рождения? Да, это заложено на генетическом уровне. Да. А то, что он стал, предположим, миротворцем или, не дай бог, убийцей, это уже то, по какому пути он пошел дальше. Но все равно даже внутри у него есть понимание, что он совершает плохо или совершает хорошо. Все равно это есть у него. И тут вопрос в том, чтобы именно с самых молодых лет родители наставили на хороший путь. На путь понимания, что это из добро, что из зло, что из черное, что из белое. Я говорю, может быть, сложные вещи, но это как-то... Нет, это не сложные вещи, потому что здесь вопрос-то такой возникает всегда, когда ты видишь перед собой двух абсолютно разных людей, как вот было 22-го числа, тех, кто безжалостно. Вообще, как это даже, извините, даже животными-то не назвать, потому что, наверное, раз звери защищают свою семью, а не раз гуманнее. Да. Опять же, он сказал, говорю, он доктор наук, он сказал, ребятам, проведенные многочисленные исследования показали, есть хорошо воспитанные люди, есть плохо воспитанные люди. И преступники, это просто плохо воспитанные люди. Они не получили те основы с детства, как сказать, цена жизни своей, цена жизни другой. Поэтому все начинается с детства, как бы банально это ни звучало. Вот, может быть, Евгений, вы согласны? Да, да, Ирина, я абсолютно согласен. И сейчас у меня, как бы, все, как бы, перемоталось назад, с мое детства. Ну, я думаю, что, действительно, если ребенок был рожден и рос в любви, в нежности и в правильном понимании жизни, конечно, Игорь Николаевич, Игорь правильно все говорит, все идет от семьи. Если мама с папой научили его любить ближнего, не обижать, а если он вырос в неблагополучной семье, где он с молоком матери, он видел только ругань, побои, мат, алкоголизм, то что с него вырастет? Вот, дети, это калька родителей, вот как они полностью их зеркалят. Если папа алкоголик, то сын не будет там кандидатом в науки и так далее. Хотя есть примеры, когда, есть пример, как говорил мой тесть, говорит, дай бог ему здоровья, есть пример, есть антипример. Конечно, это тоже является воспитательным моментом, иной раз, и часто довольно-таки. Вот, допустим, он рассказывал, что его папа умер от рака губы. Он был очень большим человеком в правительстве, он был большим бухгалтером, он там большие дела делал. Но человеку жить да жить, но вот его умер от рака губы, потому что с сигаретой не расставался. А мой тесть, он никогда, никогда он не курил. То есть, есть пример, есть антипример. То же самое, то же самое, ну много примеров таких есть. Да, знаете, одно время, я тут, помню, смотрел интервью, когда еще был жив Михаил Задорнов, который был не только сатирикой, а он еще был ученый, я считаю его великолепнейшим ученым, на самом деле. И он сказал, такой был случай, когда одному парню, там в шоу-бизнесе, предлагали участвовать в таких сценках, ну, юмор ниже пояса. И предложили ему... К сожалению, часто встречается у нас такое последнее. Да, и запекивают. Он был молодой, ему было лет 14 всего лишь, ему уже предложили. Он приехал из провинции, 14 лет. Ему предложили такие деньги колоссальные, просто колоссальные. Он отказался. Он спрашивает, а почему ты отказался? Вы понимаете, я заработаю деньги, но мне будет стыдно, что папа с мамой посмотрят этот номер. У нас в школе свою бытность называли, это имеет моральный стержень. Да. Вот этот, за счет чего, как человек, который должен держаться корней, так и должен иметь какой-то стержень. Да, они ему уже сказали, вот тебе, у тебя будет смартфон, у тебя будет машина, все будет. Он сказал, ну, мне будет стыдно, папа с мамой посмотрят этот номер, понимаете? Да. Уважаемые друзья, сейчас приведутся на небольшую рекламу, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня говорим, помятуя о событиях 22 марта в Подмосковье, сегодня говорим о воспитании в человеке силы духа, что дает возможность противостоять злу, и почему человек вдруг становится вот таким вот, ну, нелюдем, скажем так. Из-за чего это? Михаил Юрьевич, а вы все-таки ушу, для меня всегда было, это вот, это, вы знаете, вот как умиротворение, вот почему-то такой вид спорта, ассоциация такая, да? Если ушу, вот человек стоит, вот он в единении с природой, с самим собой, все, все по полочкам разложено. Вы что объясняете детям, вот дети же занимаются у вас, да? С какого возраста у вас детишки занимаются? С пяти лет. С пяти лет, это же вот, это вот то самое воспитание настаёт, если что может быть не доработала семья или не начинала работать, то это воспитание вы даёте детям. На основе чего идёт это воспитание? Не на основе умиротворения. Нет. Точно, ну вы представьте, приходит пятилетний Кроха какой-нибудь, у него, он даже ещё не понял, какой Марвел ему нравится больше, уж извините, но это факт, но это факт, да, и мы с ним, но, но, так или иначе, мы даже сейчас не будем говорить, хотя-то, наверное, можно было бы сказать, приводят же родители, да, то есть это как бы позиция родителей, мы классно всё обсуждаем с родителями на первой встрече, мы всё порешали, всё здорово, а ребёнок приходит домой и говорит, а я не хочу, мне не понравилось, то есть как бы мы с ним порешали, это один момент, то есть в любом случае мы идём от, как бы, главного участника данного действия. Второй момент, то что, так или иначе, и со стороны родителей, и со стороны детей, даже неосознанно, скорее всего неосознанно, это идёт поиск каких-то, ну, вещей, на которые можно опереться, потому что что-то приходит и уходит, настроение разное, а моменты связаны с дисциплиной, моменты связаны с силой, как бы это, ну, тоже странно звучало, но за силой все приходят. Как они её будут использовать, сами ещё не понимают, но хочется быть сильным. И сильным не то, чтобы пойти там кому-то настучать, кому-то там ещё что-то, но сила — это уверенность, уверенность, причём вот спрашиваешь иногда, да, вот опять же мы уже поговорили, мои коллеги сказали, там, какие-то отсылки к своему детству, примерно одного возраста, да, и неволе задаешь вопросом, там, дружище, ты дрался-то, когда в последний раз, или там, не знаю, когда у тебя в школе была конфликтность, что, не знаю, девочку защитил, когда в последний раз, или так далее, а у многих это вообще не стоит сейчас такой вопрос, что нету, когда дрался, говорит, а зачем? А зачем? А зачем? Зачем я буду драться, да, то есть, и при этом нормальный парень, то есть дисциплинированный, аккуратный, всё, может быть, чуть-чуть меняться, какие-то вещи, но, тем не менее, на секцию бывых искусств в основном люди приходят научиться каким-то образом за себя постоять, это очевидные вещи, даже если это, как бы, не декларируется слух, но это, как бы, первый слой, опять же, я к чему говорю, что можно заниматься бывыми искусствами годами, десятилетними, и ни разу в жизни не подраться. Ну, это нормально? Конечно, это здорово, это прекрасно. Ну, это, может быть, ещё зависит от характера тоже человека, который умеет, да, обойти. И вот здесь как раз интересный вопрос, что я со своей стороны стараюсь, я этого стараюсь придерживаться, что либо человек, который пришёл научиться кому-то там, даже если у него реально есть конфликт в школе, который не исчезнет, когда он пойдёт кому-нибудь, двинет, он перерастёт на новый виток. Я сам в этой школе проходил, я прекрасно понимаю, о чём речь. Но научиться, и есть другой пример, как бы, как, сказали, антипример, терпилая, да, то есть, когда человек копит, копит себе, никаким образом не решает вопрос, то есть, ничего не меняется. Мы тоже такие же случаи видели, вот, в примере страшных примеров. На самом деле, тоже хочу вставить тоже своё слово, да, мы тренируем все детей, и вот, допустим, если у Михаила дети приходят с пяти лет, ко мне приходят с четырёх лет, я всегда говорю детям, что победитель тот, кто избежал вот этого столкновения на улице или в школе. Я хочу, ну, если вернуться в своё детство, я был самый маленький в классе, и на физкультуре я стоял последним, и меня никто не мог обидеть, потому что я в своё время борьбой занимался. Но я всегда поначалу приходилось драться, чтобы отстоять себя, и неважно, какой там рост, вес и так далее. Но потом я пришёл к такому выводу, что, ну, вот так, вот в такой уже взрослой, осознанной жизни, может быть, я всего лишь там применял своё умение, кулаки там, ноги, всего лишь два раза. И самое главное, то, что мы учим наших детей, это, я всегда говорю, придаю пример, что самое, что острее самого острого самурайского меча или самого острого кинжала, это человеческий язык. Если ты действительно, когда ты занимаешься восточными единоборствами, ты занимаешься единоборствами, у тебя действительно в сердце умиротворение, и ты понимаешь, что тебе не надо никому ничего доказывать, что ты и так сильный. Вопрос. Ты себе ещё, ты уже себе всё доказал. Вот это вот обладание физической силой и умением, оно знак равенства силы духа? Вы знаете, скажу так, уже это даже научно доказанный факт, потому что в своё время даже, опять же, проводились исследования, и они доказали. Но я об этом знал даже и без этих исследований, за счёт своего практического многодетнего опыта. Человек, который долго занимается боевыми искусствами, неважно какими, у которого есть большой опыт спаррингов, опыт выступления на соревнованиях, он на невидимом уровне излучает уверенность. И агрессоры обходят его стороной. А вообще-то это да, но даже вообще не как вот с теми же дикими собаками, да, Брайзичем? Если ты вот каким-то образом подавишь себе, ты покажешь им, что ты не боишься, они пробегут мимо. Пробегут мимо, потому что страх имеет запах. Это адреналин пахнет, а не собаке это чувствует. Вот простой пример. И был это очень жёсткий эксперимент в конце 90-х в одном районе Подмосковья, который считался очень криминальным. И там ходила компания, которая постоянно докапывалась. Докапывалась, грабила, била. Ну это да, это как и бывало. И решили запустить... В 90-е. Да, да, да. И решили там пропустить через эту компанию одного мастера. Был очень крутой мастер, рукопашник. Но была группа прикрытия. Они сидели в машине, наблюдали. Если нападут, они выскочат. Так вот, они стояли на камеру и показали. Стоит компания, возбуждённая, злая. Он ждёт спокойно. Они расступаются, не трогают его. Он просто проходит, они чувствуют его силу. Понимаете? Энергетика. Выражение лица здесь имеется? Энергетика. Энергия, силы, уверенности. А если это темно было? А да, темно, да. Ты не увидишь, что там, типа, вот он такой, а я вот такой, третий. Лев кого убирает, когда в жертву? Самый слабый особь, правильно? В стадии. Он с них не трогает. Так же здесь то же самое. Хулиганы чувствуют. Ну, хулиганы, агрессоры, они чувствуют. Но самая слабая особь, она бежит медленнее. Её легче догнать по большому счёту. Говори, что хотел сказать. Лев умрёт. Я хотел сказать о том, что эта физика и доказана, резонансные луновые структуры. О том, что мы находимся в поле, сильно уверенный человек, он излучает на физическом уровне. Волновая структура идёт, которая ощущается. Поэтому здесь дело даже не в лице, а в чём-то другом. Ну, тут чисто вот так визуально это тоже осанка человека. Как он идёт. Да, наверное, тут всё. Поза человека, определённые плечи. Ведь определённые позы можно вызвать и обрести. Язык тела, конечно. Язык тела, он здесь тоже важен. Вот, кстати, Михаил сказал, вы сказали про вот этот фундамент, да, для чего приходят и что закладывают. А потом, потом вот это идёт на расстоянии. И вот как каждый ваш воспитанник, он становится обладателем вот этой вот уверенности. Можно я... Или кто-то не доходит. Это же ведь не значит, что если ты имеешь какой-то дан, то ты крутой. А кто прозанимался у вас, допустим, 5-6 лет, те не достигли этого. Итого можно пить. Тут совсем никак не связано. Ирина, можно я скажу? Вот прям по горячим следам. Вот сейчас у меня занимаются детки, как бы они пришли с сентября, с октября. Вот это я называю молодая поросль. Мои боевые мангусты. И сейчас вот, допустим, мальчишка, и не один мальчик, их, ну, гнобят в школе. Обижают в школе. И вот моя задача, и вот когда ты уже... Это у тебя уже проходит один, второй раз, у тебя уже понакатаны, и таких примеров у тебя множество, у тебя уже есть опыт, как именно из человека неуверенного в себе, мальчишки, которого обижают, сделать уверенного в себе. То есть тут идет не только физическое, просто пришел, дал в нос, там... Да, все, все лежат, я главный. Нет, тут именно идет работа с энергией, тут идет работа именно психологическая, как научить своего ученика, мальчишку, которого запинали в школе, как его научить уверенным быть в себе. Уверенным быть в себе. И когда ты начинаешь проводить с ними работу, объясняешь, обязательно нужно общаться и с родителями. Вот в основном это такие ребятки, у которых нет, которые не получают, недополучают мужскую энергию, которых очень... у нас сейчас очень много матерей-одиночек. Они бы и рады дать мужское, поэтому они их сдают в группы, на секцию и так далее. Вот у меня вот сейчас мальчик есть, ну, даже не один, которого обижают в школе, и даже у него от этого небольшой тик появился. И мамочка очень переживает, молодая, красивая, энергичная мамочка, которая вот привыкла там в жизни всего добиваться, но энергии мужской нет. И вот эти ребята, эти ребята, они видят в тренере эту энергию. И ты, ты как скульптор, ты должен из этого мальчика сделать настоящего, уверенного в себе мужчину. И когда ты видишь, как они, то есть... Ну, вы преобразование-то видите, да? Конечно. Конечно, конечно, да. Даже мы им даем уже без... Ну, сейчас пока экипировку мы вот сейчас только заказываем, и мы им даем контакт небольшой, ну, как бой с тенью друг с другом, но без контакта. Как он отворачивается, боится. Ну, вот знаете, видно сразу ребенка, когда его в детстве пугали, если, допустим, вот резко так дернешь, он... Ну, это естественно. А сейчас они начинают уже, уже показывают зубы, уже. И сейчас, вот сейчас мы заказываем экипировку, они уже, вот знаете, я называю копытом землю роют. Я смотрю, я смотрел фильм один про тренера по футболу. И там сидит такой старый тренер такой, знаете, где-то в глубинке сидит, и пацаны бегают там, футболисты, пацаны бегают без мяча, приседают туда-сюда, давай-давай быстрее. А тут к нему пришел молодой тренер. Молодой тренер, у него много амбиций всего там, или его там с футбольного клуба турнули, или что, но он попал туда. И он берет мяч, короче, кидает им мяч. А он их там несколько месяцев сколько тренировал без мяча. Так эти ребята, что там стали творить с этим мячом? Они так начали вот это... А он все это время говорит, зачем ты им дал мяч? Им еще рано, им еще два румейцев побегать. То же самое, вот мы их ждут экипировку, они уже заряжены. Даже такие нерешительные ребятки. Игорь Валентинович, у вас были такие случаи, что спорт спасался? Какого возраста вы стали заниматься? Я со старших классов. То есть не были вот такие вот 4-5 лет? Нет, 4-5 у меня не было. Я, скажем так, разные пробовал. Там просто в школе ходил сначала железом заниматься, баскетбол был. Но потом у меня появилась именно тяга к восточному единоборствам. Но это, я думаю, оказало влияние культуры, потому что тогда в нашу страну ворвались фильмы. А, ну да. Это тот самый пример. Вот этот пример, конкретный человеческий пример, пусть даже герой кино. Силы, герои, которые владели своим телом. И это, ну, восточное единоборство, это вот как-то завораживающе на меня влияло. И, скажем так, вот хотел вот как раз бы повернуть в том контексте разговор, что когда ты на тренировку осознаешь свою силу, видишь свой рост, у тебя появляется уважение к этой силе не проявлять ее потом где-то на улице, не пытаться возвыситься над более слабыми людьми. Это именно уважение. Такой воспитательный момент. Но вот этот воспитательный момент дает именно тренер. Да, потому что ведь наоборот может быть, я такой крутой, и ко мне не подходи, наоборот. Вот я все могу, я здесь старший во дворе. Задача тренера как раз научить взвешивать вот что ты получил и адекватно это оценивать. Вообще, насколько в та или иная ситуация требует вот такого приложения силы. Может быть, нужно как-то по-другому ее решить. Для общего, качественного, гармоничного разрешения. А то бы тут все бы ходили бы и на лево и на право бы руки-ноги кидали. Как и для, да, да. Ну, есть тренер тренеру розни. Я тоже хочу как бы внести в нашу бочку меда каплю дегтя или там ложку дегтя. Есть разные тренера. Вот, допустим, есть, тоже зависит от воспитания. Я много встречал тренеров. Да иди, да ему, втащи. Даже видел тех тренеров, которые позволяют себе ругаться матом со своими учениками. Ну, разные есть тренера. И для кого-то нормально там пойти там и на улице. Ну, что ты там на улице с кем-то там? Кого ты там вырубил, оторвал? И сейчас у нас даже есть в Тверской, в Твери, есть банды малолетних преступников, которые вот просто применяют свою силу на улице. А это зависит от тренера. И я своим ученикам всегда говорил, ребята, я плотно общаюсь с вашими учителями. Если я узнаю, если кто-то в школе кого-то обидел несправедливо, не защитил. И ты действительно сильный, если ты защитишь слабого. А если ты обидишь слабого, ты еще слабее. И я им всем говорю, если, не дай бог, я узнаю, сразу до свидания. И тут большое значение имеет, в какой традиции сам был воспитан тренер. Я считаю, мне повезло, потому что мой тренер получал информацию от восточных учителей. И жил по этим традициям, традициям школы. Вот, это да, конечно, великое. И традицию пытался там передать. Я пытаюсь передать своим ученикам. Там духовность стоит на первом месте. Как бы банально это ни звучало. А то, что ты, Женя, рассказываешь, там духовность и ноль просто так получилось. Ну, ты, Игорь, согласен со мной, что есть такие тренер? Вы знаете, ну, еще по некоторым фильмам можно посмотреть такую ситуацию жизненную, когда такое ощущение складывается, как вот некоторые показывают некоторых сотрудников правоохранительных органов, тоже посмотрят, что думают, что, господи, что такое творится-то. Фильмы так умеют снимать. Так и спорт, большой спорт, это жестокость иной раз, кажется, со стороны. Но ведь это же, вот на вашем примере, это совсем не... Спорт, это не жестокость, это ограничение в некоторых своих жизненных делах. Это самодисциплина, это дисциплина. А вокруг чего мы сегодня разговоры ведем? Да. Почему людям некоторые не выдерживают занятия спортом? Потому что спорт, это определенная самодисциплина. Это дисциплина, это большая внутренняя дисциплина. Одно дело, дом полежать на диване, да? А другое дело, пойти на тренировку. Это тоже требует силы духа и силы воли. Постоянное преодоление чего-то. Ты живешь в режиме преодоления, он может быть более активным, естественно. Бывает, человек 10 лет занимался, дошел до мастера спорта и вдруг бросает. Хотя он молодой еще, он просто устал за эти 10 лет жить в этом режиме. Он просто устал. Получил черный пояс и сложил его. Да, да, да. Такие есть примеры. А вот тут важный момент приходил. Если он был воспитыватель в этой традиции, традицией духовности, он продолжил заниматься не для результата, а просто для своего дальнейшего роста. Но ведь она, духовность, она и подразумевает то, что у тебя нет ни верхнего предела. Да, и он не может быть по определению. Его не существует. Человек закончил заниматься все. Это невозможно достичь этого какой-то высшей точки. Это постоянно нужно читать, понимать что-то, думать постоянно. Ведь это же об этом, наверное. Да. Кстати, Игорь Валентинович, вы говорили о том, что у вас был конкретный пример тех годов. Да, конкретный пример. Насколько важно вообще иметь такой в жизни пример? Потому что пример можно тоже увидеть. Он такой красивый, такой вообще уверенный в себе. Но он злой. Он зло несет людям. Я считаю, что все-таки вот восточное единоборство, они не просто приходят как культура, там, вот это совершенство не тела. Оно приходит с реолом вот этого духовного, скажем так, духовных концепций. Это же не так просто, да, красивого словца, вот это восточное единоборство, культура. Здесь еще присутствует. И мне, кстати, больше всего нравится, когда называют не тренер, а учитель. Учитель, да, да. И для меня вот то, что у меня формировалось отношение к силе, вот это уважение к слабому, оно сформировалось не просто где-то в школе, там, на уроках, а именно когда я стал восточным единоборствами заниматься. Я очень хорошо осознал, что учитель это вот действительно такой наставник, который формирует и, ну, как бы вот эта лепка происходит, личность и дух, который я ощущаю всю свою оставшуюся жизнь. А когда учились, было ощущение ломки себя в чем-то? Вот вспоминаем про эти ограничения. Да, вы знаете, Ирина, вы думаете, я так занимался беспрерывно, мне тоже хотелось... Нет, это сразу хочется, вот с вами поговоришь, если вы вознесетесь. Нет, нет, скажу честно, уважаемые зрители, я в моих искусствах уже 30 лет, даже больше 30, и не раз хотелось бросить, и не раз хотелось уйти, потому что уставал. Вот, иногда мои родные спрашивают, зачем тебе это надо, да, вот, но потом я опять возвращался, вот, я брал перерывы, у меня тоже такое было. Была и моральная усталость, и физическая усталость, это нормально, мы все люди. Но проходит время, ты снова возвращаешься, почему-то. Я сегодня у меня в гостях спортсмены, спортсмены-профессионалы, для которых понятие сила духа, это не просто слова, которые воспитывают в своих учениках ту самую силу духа, о которой мы говорим сегодня, которое проявилось у многих людей во время этого трагического события 22 марта в Подмосковье, когда был террористический акт. Откуда это взялось в людях? Вот так, это всегда проявляется на каком-то вот пределе, когда ты вот, это то самое острие, где либо туда, либо сюда, либо грань между жизнью, либо между смертью. Да, ну вот эти двое мужчин, которые обезоружили террориста, вот, это, конечно, это вообще-то показатель высочайшего мужества, скажу так, да, вот, за две секунды среагировать. Две секунды, да? Да, две секунды не было, вот, и обезоружить его, вот. Вот этот парень молодой, который вывел большое количество людей, да, в правильный... Мальчишка, который гардеробщик, да? Да, да, 15 лет. 15 лет пацану. Да. И ведь надо же вот тот самый шаг сделать, если вот мы говорим обезоружить, да, ведь это же надо вот с этого ужаса себя, тебя каким-то образом приподнять и сделать шаг навстречу, хотя ты великолепно понимаешь, что тебя могут тут же застрелить. Ну, просто эти мужчины оказались, видно, очень такие... Может быть, был адреналин, может быть, стресс, но в любом случае они себя проявили, я считаю, ну, просто как супергерои, скажу просто-напросто. Вот эти два мужчины, которые... Ну, которые обезоружили террористы. Да, да. А, уважаемые друзья, вы на своих занятиях с ребятами, вот сейчас ты, наверное, со взрослыми людьми, тут все, вот в этой ситуации все оказались одинаково, в одинаковом положении. А вы разрабатываете какие-то жизненные, житейские ситуации, как в этой ситуации поступить? Вот то, что произошло там, а вы будете обсуждать каким-нибудь образом с ребятами, с своими учениками? Конечно, обязательно, обязательно. Подготовиться к этому, чтобы вот как-то смоделировать, это невозможно. Я думаю, это тоже все понимают. Готовиться внешне, но, собственно, вся, ну, или большинство той задачи, которую мы решаем, тренируя, и в том числе участвовать в соревнованиях, потому что соревнования, ну, лично для меня и для моих ребят, и я продолжаю участвовать, это всегда стресс. Это несравнимый, безусловно, с той ситуацией, о которой мы сейчас говорим. Но это все равно часть некой подготовки, да, то есть, как мы уже говорили не раз сегодня, это преодоление, которое все завязано на дисциплине. Дисциплина – это всегда преодоление. Даже когда она становится естественным качеством, даже когда ты не задумаешься об этом, да, и нету того момента принятия решения долгого, да, потому что, ну что, вот, опять же, вот коллеги поминали своих наставников, я тоже немножко о нем скажу, у него очень поговорком постоянно его используют, в плане ушу, конечно же, да, он говорит, ушу – это самый кратчайший путь от подумал-сделал. Вот. Я перекладываю это же выражение, слово «ушу заменить» на все остальное. Занимаясь чем-то, развивая чем-то, развиваясь, делая себя чуть лучше, чем ты вчерашний. Дай Бог, чтобы мы, знаете, вот, как я тоже сейчас говорю с моими ребятами, мы занимаемся теми вещами, изучаем, отрабатываем те вещи, которые, не дай Бог, нам когда-нибудь пригодятся. Есть парадокс, с одной стороны, но, с другой стороны, есть же, да, есть замечательная пословица восточная, если тебе хотя бы раз в жизни пригодится меч, носи его с собой каждый день. Да. Вот, как-то так. А вы знаете, Ирина, что меня еще очень удивило, вот это наше сплошное общество, не громкие слова, сколько людей пошло на переливание крови, да, сколько людей поддержало, сколько было акций поддержки, солидарности в других странах мира. У меня есть знакомые, которые уже давно живут за рубежом, они говорят, простые жители и в Европе, и в США вышли в знак поддержки России, что очень многих и самих удивило, вот так. Вот, действительно, вот то, о чем мы говорили вначале, то, о чем говорят сейчас, это общество сплотилось вокруг общей беды, потому что это стало общей бедой буквально. Игорь Валентинович, скажите, вот на ваш взгляд, спорт, вот то, чем вы занимаетесь, чем занимаются сотни, наверное, наших мальчишек и девчонок, это каким-нибудь образом противостоит стрессовой ситуации? Люди у нас живут, к сожалению, сейчас под постоянным чувством тревоги. У нас не одно, так другое. Кажется, весь мир против нас. Надо каким-то образом выстоять. Чем помогает спорт? Чем занимаетесь вы? Я в своей жизни, особенно вот в последние годы, для меня это не спорт вот этот, когда я прихожу на тренировки, это не просто та вершина, на которую я физически захожу. Бессловно, я это понимаю, осознаю, что это меня дотачивает, как вот я становлюсь таким четким, краугольным. Здесь еще важен вот это внутреннее состояние счастья и удовольствия. То, о чем вы как раз говорите, в нашей жизни очень много сейчас тревожного, вот этого симптома. Безусловно, когда находишься на тренировках, на тренировках эта вся тревожность снимается. Наоборот, наступает момент счастья, радости, социализирует. Вот, когда помогаешь близкому, когда там, или кто-то тебе помогает, это сплочает людей, наоборот, чувствуешь вот единость, необходимость быть вместе. Когда мы, вот эта внутренняя конструкция у человека, что мы не по отдельности, каждый сам за себя, а мы вместе. Уважение, тот, кто слабее тебя. Ну и, безусловно, вот этот, назовем это так, антистрессовый такой эффект, который делает тебя, не знаю, счастливым, светлым человеком, с полным осознанием вот этой ответственности перед тем, что ты делаешь в жизни. Через пять минут заканчивается наша программа, и, конечно, все сошлись во мнении, что нужно закончить позитивом, нужно дать каждому из нас надежду. Как вы своим воспитанникам, своим ученикам, каждому даете какой-то лучик надежды, возможность быть сильным человеком, не просто физическим, а сильным духом, так и здесь. Что мы можем, чем мы можем успокоить наших людей? А я скажу, Ирина, и мои коллеги подтвердят, что меня в последние годы, именно вот последние два-три года начинают вот реально радовать. Я вижу все больше и больше хорошей молодежи. Как бы нам ни говорили, что за последние 30 лет молодежь изменилась, что раньше были герои-космонавты, потом рэперы, но сейчас молодежь тоже меняется. Вот, в лучшую сторону. Я вижу, как люди идут в залы заниматься и становятся больше. Людей становится больше в зале? Да, молодежи больше, да. Да, простите. Я вижу, как молодежь... Но и не только молодежь, а и лица нашего возраста. Да. Я вижу, как, опять же, в первую очередь молодежь не только становится патриотически настроенными. Я имею в виду патриотизм в хорошем проявлении этого смысла. Вот. И вот это начинает радовать. Поэтому надежда, она правда появляется, что действительно мы все равно выстоим. Все будет нормально. Я в этом уверен. В том числе, благодаря и вашей работе. Да, слава. Потому что не все ведут блоги какие-то, да, антигосударственные, и не все поют рэп непонятно какой, да. Но, тем не менее, кому-то нравится это, это, наверное, не главное. Жень, ваше мнение какое? Ну, начнем с того, что, да, трагедия, печально, оскорбим, но жизнь продолжается. На улице весна, светит солнце, и все равно, все равно мы должны радоваться жизни. Не терять оптимизма, потому что жизнь – это яркие краски. Да, конечно, сейчас в жизни много серого, и не хочется телевизор включать, потому что там один негатив. Ну, можно читать книги. Можно читать книги. Значит, все, ребята, переходим на книги. Да, с этого надо было и начинать. Ну, нужно научить себя, в первую очередь, радоваться жизни. Потому что жизнь одна, и она настолько быстротечна, ты уже моргнул, ты уже старик. Это, к сожалению, да. А, Михаил, что вас вот так вот поддерживает, вот, духовно, скажем так? Вы вообще, вы оптимист? Да я бы не выжил. Я продолжу, вот, Женины слова. Уныние – это грех. Да. Вот, может, пафосно звучит, но вот как-то так. И сложно сейчас об этом говорить и рассуждать, но, может, этого и добивались? Наверное, да. Так, давайте же сделаем по-другому. Давайте же соберемся, что, собственно, мы и сейчас вот видим, сегодня как раз мы об этом говорим, что люди консолидируются. Сплачиваются. И я еще добавлю, что на самом-то деле, мы же в очень хорошей стране, ребята, те, кто даже сейчас меня смотрит на другой стороне экрана, а ведь именно в этой стране мы родились, выросли, получили образование, создали семью, заработали деньги. Хорошее образование. Именно в этой стране. Давайте эту страну любить и дальше укреплять. Это не громкие слова. Это реальное, настоящее мнение. И делать лучше, как землю, которую ты не обрабатываешь, она зарастает сорняками. Слишком много на нашей земле появилось этих сорняков в последнее время, в последние годы. Вот, теперь занимаемся прополкой. Да. Реальной. Зачем смотреть за границу? Вы здесь получили все, что вы получили. Вы здесь жизнь получили, в первую очередь, да? Вот. Значит, и надо дальше жить. Вот, я так считаю. Игорь Валентинович, вот ваша жизненная позиция, на этот взгляд. Вот, мы уже говорили, вот антистресс что? А как переживать людям вот эти вот непростые для нас времена? Хотя есть где силы приложить, эти руки приложить, свое мнение. Да? Ну, безусловно, укрепление своего, скажем так, укрепление тела и укрепляться дух будет человека. Находясь вместе вот в таких вот коллективных, тренировочном, коллективном процессе, это понимаешь без какой-либо интеллектуальной работы. Ты это чувствуешь, находясь вот в этой атмосфере тренировки. И многие вещи, они сами происходят некая расстановка, которая не требует каких-то сложных мыслительных, наверное, процессов. Просто через то, что поддерживается тело, в коллективе воспитывается еще и дух. И, безусловно, созидательность, добро. Ну, также могу сказать, что в какой-то степени та ситуация, те ситуации, которые происходят, благодаря даже негативным ситуациям, наоборот, выявляется чистота, правда, какие-то вот эти более чистые, светлые понятия. А светлая водичка? Да, светлая, вот это остается. И это не происходит, конечно, в каких-то таких вот благоприятных тепличных условиях. Да, к сожалению, иногда это проявляется все через такие сложные стрессовые ситуации. Да, вот, к сожалению, вспомним, да, несколько лет назад, когда мы жировали, что называется, страна, казалось бы, жила без проблем. И что? И к чему мы пришли? Примейте в виду пандемию, когда мы жировали и дома наедали жирок. Нет, нет, пандемия, это первая ступень, вот как у вас данная получать. Это тоже все идет, все постепенно. Да. Страна проверяется на крепости, человеческий дух проявляется на крепости. Уважаемые друзья, несколько минут остается, буквально полторы минутки. Может быть, есть возможность у вас еще пригласить к себе в спортивные залы людей, которые могут позаниматься, с какого возраста. И какой край? Да. Ну, мы с Игорем занимаемся в одном зале, к нам гости приходят. Иггений Иванович, в этом, например, ученики Михаила Юрьевича, так же, как я к ним прихожу в гости. Вот. Мы дружим. Да. Поэтому все данные есть в соцсетях. Звоните, приходите, будем рады вас видеть. Главное, ключевое слово здесь – мы дружим. Да. Да, мы дружим. А как не дружить? Как? И для меня это зазорно и непонятно, когда, как, почему я должен, я занимаюсь хэквондо ГТФ, почему я должен лить грязь на ушу? Говорить, вы знаете, ребята, хэквондо круче, чем ушу, а что они там махают? Ну, это, да, ну, это, знаете, получается, как мы с вами говорили, если у меня есть что-то, как эти навыки, то я самый гордый, самый сильный, я всех уложу. Да, поэтому мы все дружим. Я перенимаю знания у Игоря Николаевича на тренировке тэквондо ВТФ, мне очень многое дало. Я вот с Михаилом Цигун на свежем воздухе, в ландшафтном парке, я жду, не дождусь теплой погоды, чтобы снова влиться в это. Это уже, да, это уже великолепно, это надежда на будущее, значит, будущее есть. Конечно, конечно. Будущее за нашей страной, за нашими великими людьми. Да. А вы наши молодцы, как показало последнее трагическое событие. Да. А то, что сейчас ребята воюют там, неужели не молодцы? Очень молодцы, большие молодцы, вот действительно патриотизм, не отсиживаются в холодных окопах сидят, воюют, рискуют жизнью, погибают, что на кладбище негде яблоко упасть. Это патриотизм, только через это, только через это идет развитие, рост. Ну, а то, что вы говорите, Ирина, где нас найти? Ну, я скажу свою традиционную фразу, наберите в поисковике Евгения Чернов, и я выскочу первым. Уважаемые друзья, наша программа подошла к концу. Спасибо вам огромное за вашу работу. Спасибо. И давайте пожелаем всем нашим людям, уважаемые земляки, крепитесь, не падайте духом. И помните, что Россия величайшая страна. Как победим. Всего доброго. До свидания.